Делает вид такой, весь, вся такая как бы подчинённая, а внутри она как камень, её не изменишь. И поэтому женщина должна знать, что никогда ничего в семейной жизни не будет, как хочет муж. Потому что это невозможно. Посмотрите на свою судьбу. Вот что в вашей жизни произошло так, как хочет муж? Всё происходит так, как вы хотите. Правда? Вот как мужчина себя дома ведёт? Он приходит домой, начинает ссю-пусю. Это мужское поведение или нет? Нет, мужское поведение... На работе он сам собой, понимаете? А дома как он ведёт, как хочет жена. И причём как мужчина себя ведёт дома? Так, как нравится жене. Он такие эмоции выражает, как жене нравится. Потому что он из неё извлекает счастье. Он так ссю-пусю раз, счастье пришло. Всё, значит, всё нормально. Ещё ссю-пусю, ещё счастье. Так что тогда вы думаете, что он манипулирует вами? Это вы ему манипулируете всё время. И если он хоть немножко захотел власти, почему бы вам её не дать ему? Чего вы такая жадная, скупая? Если так всё по-вашему идёт, ну сделайте хотя бы вид, что всё по-мужскому. Это называется ведическая культура. Женщина знает, что она сильна снутри, и поэтому она не трогает мужчину. Она совсем согласная, но всё равно всё будет по её. Кто уже с женщин пробовал так себя вести? Поднимите руку. Получается, нет? Работает безукоризненно. И проблем вообще никаких нет. Есть только одна проблема. Это тупость женская. Тупость. В чём она выражается? В том, чтобы мужчине делать всё поперёк. Восстать против насилия. Так насилие-то всегда в семейных отношениях всегда насилие. Женщина насилие над мужчиной совершает. Мужчина над женщиной. Одного брака? Однополого брака? Тяжёлая судьба? Вырождение мужского и женского начала. Причина вырождения. Вот смотрите, ведопис объясняют. Если мужчина не выполняет свои обязанности в этой жизни, то он в результате рождается женщиной. К кому мы привязаны, тем мы становимся в следующей жизни. Становится женщиной с мужскими качествами. Почему он не отработал мужские качества? Мужские качества получает. В женском теле уже. Знаете, как работает судьба? Она наставит всё более тяжёлые условия для того, чтобы мы задумались о том, что надо меняться. Цель судьбы не в том, чтобы мы были счастливы, понимаете? А в том, чтобы нас поменять. И чем тяжелее человек запутался в жизни, тем тяжелее условия у него. Допустим, некоторым надо в тюрьме сидеть 25 лет, чтобы поменяться. А некоторым достаточно на лекцию сходить. Это называется хорошая судьба уже, понимаете? Веда объясняет, что одни люди меняются с помощью знания, а другие с помощью страданий. Но знание означает также одну вещь, что надо принять судьбу, принять эти страдания, не бежать от них, а принять. Вот женщине надо принять, например, что мужчине надо подчиниться в жизни. Она означает... Почему она это принимает? С помощью знания. Она знает, что в конце концов всё равно будет всё, по-моему, потому что сила, непреклонная сила в женском характере, в личных отношениях, в семейных находятся. Женщина абсолютно непобедима в них, абсолютно непобедима. Мужчина с ней ничего не может сделать вообще, хоть он и думает, что он управляет ей. Так устроена семейная жизнь. Надо это понять, принцип. Это значит, что женщине надо дать мужчине его права, хотя бы внешне подчиняться ему, всё. И в этом заключается мудрость женская, мудрость. Отсутствие чего? У женщины отсутствие личных отношений, тяжёлая карма. Причина тяжёлая карма. Смотрите, как это часто бывает. Два варианта. Первый вариант. Женщина просто не может никого привлечь к себе, то есть никого вообще нет. Второй вариант. Быстро привлекаются, занимаются сексом и уходят. И это одна причина, одна и та же. Женщина не уважает себя. Когда женщина начинает уважать себя, уважение приходит из духовной жизни. Если вы спросите меня, какова причина всех страданий на земле, я отвечу только одним способом. Это отсутствие внутренней духовной жизни. Понимаете, мы вместо того, чтобы по утрам садиться и молиться, мы чем занимаемся? Покушали, на работу пошли. Точно так же, как человек не чистит зубы, и у него вонь изо рта идёт. Точно так же он не чистит сердце, из сердца вонь. Какая у женщины из сердца вонь идёт? Она становится некрасивой, неверной, нестабильной и так далее. То есть она теряет женское счастье в результате. Отсутствие внутренней жизни является причиной всех страданий человеческих. Внутренняя жизнь возрождает счастье человеческое, даёт ему счастливую судьбу. Во всех отношениях, во всех отношениях. Не надо делать женщину счастливой. Не надо. Надо начать работать над собой. Она сама рядом с тобой станет счастливой. Мы не боги, чтобы кого-то счастливыми делать. Надо начать работать над собой, утвердить в своём сердце счастье, чистоту. И тогда она станет счастливой. И запомните, что только Бог может женщину сделать счастливой. Никогда мужчина женщине столько любви не может дать, сколько ей нужно. Это невозможно. Это невозможно. Также никогда женщина не может мужчину так уважать, как его Бог может уважать. Она никогда не сможет ему сделать столько, сколько он хочет. Это невозможно. Но когда человек выполняет свой долг перед близким человеком, то люди становятся удовлетворёнными в личной жизни. Веды объясняют, самое большое достижение в семейной жизни заключается в том, что мы способны друг друга уважать и быть верными друг другу, со всеми недостатками. И это называется любовь человеческая, не божественная, а человеческая. Люди, они по природе сотканы из недостатков. Но когда мы начинаем уважать друг друга просто вот как можем, это уже означает любовь человеческая. Но если вы хотите испытать высшую любовь, к чему люди и стремятся, тогда попытайтесь понять, что она находится в отношениях со святостью и с Богом. Других способов высшей любви нет на этой земле. Высшая означает очень и очень сильно, и очень красиво, и очень хорошо. Это только внутренняя жизнь даёт такие вещи. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Жизнь вас заставит молиться. Придёт время, вам станет так плохо в жизни, что вы замолитесь. И закричите, Господи, помоги! У меня это время, по милости Бога, по милости Бога, у меня это время наступило в 11 лет. Мне было 11 лет. Я сейчас расскажу вам про своё детство. Каждый день отец бил мою мать, каждый день он напивался, каждый день она это терпела, не уходила от него, каждый день она ругалась на него за то, что он такой, каждый день продолжалось всё это вновь и вновь. Драки, пьянство, ругань. И это просто абсолютно безнадёжно было в моей жизни, детской жизни. Безнадёжно абсолютно было. И я уже в раннем детстве, с 8 лет, с 9 начал работать над собой, начал закаливаться там, голодать. Ну, это я чувствовал, что в аскезах как бы выход, в аскезах. И в какой-то момент, в 11 лет это было. Где-то так, я вышел на улицу, пошёл в поле, то есть я жил в Тольятти, там строящиеся районы было, ну, просто поле большое такое, не было никаких построек, и лес дальше. Я пошёл в это поле, никого вокруг нет, снег. Я вышел, я не знаю, почему я так сделал. Я поднял руки к небу вот так вот и сказал, «До 28 лет все страдания, какие только в жизни, можно мне испытать. Я хочу испытать. После 28 лет я хочу узнать, как жить правильно». Так поднял руки вверх и сказал в небо такие слова. 28 лет я познакомился с Светами. И моя жизнь коренным образом изменилась после этого. «Придёт время, вам захочется молиться, я вам обещаю». Значит, ещё ваши страдания не достигли такой силы, чтобы вам захотелось молиться. Вам надо ещё пожить немножко на этой земле. Обязательно. Это не называется настаивать. Не называется настаивать. В этом мире нет слова «не хочет». В этом мире есть слово «не могу». Не могу. Если женщина не может любить, мужчина не будет делать то, что ей нужно. Всё. Откуда брать любовь, энергию, силы для любви? Откуда брать? От Бога. Нужно жить в молитве, и женщина становится женщиной. Женское сердце соткано из любви. Ваше сердце соткано из любви, которая тает, растаивает психику мужчины. Женщина не может не растаять психику мужчины. Это её природа. Менять судьбу мужа. Её природа. Но для того, чтобы вам жить по своей природе, вам надо не удовлетворять свои желания в жизни, а отдать свою судьбу Богу. Не свои желания, допустим, я хочу, чтобы он обвенчался. Нет. Когда Бог захочет, тогда мы обвенчаемся. Тогда всё будет по-другому. Вы своим желанием давите на Него, Он сопротивляется. Теперь вы просите Бога. Тогда у вас как будет психика работать? Вы Ему скажете об этом, но Он сопротивляться не будет. Потому что вы ваше эгоистическое чувство обвенчаться уничтожите в своём сердце, а оставите чистое чувство обвенчаться. А против чистое чувство никто никогда не бывает против. Понимаете, ведь во всех вопросах, которые мы задаём близкому человеку, есть эгоизм. Мы хотим, в конце концов, наслаждаться сами отношением с Ним. И самый высший способ наслаждаться, это наслаждаться чистой жизнью с мужем. Я хочу, чтобы он не пил, я хочу, чтобы он обвенчался. Для чего? Для того, чтобы я была счастлива. Теперь отбросьте эту идею. Просто молитесь Богу, чтобы у нас была честная жизнь с нашим мужем. Вы увидите, что вы будете то же самое ему говорить, но слова ваши потеряют эгоизм. И он не будет сопротивляться. Почему он сопротивляется? Потому что чувствует давление, насилие над собой. Что думаете, мужчине сложно сходить и расписаться, что ли? Ради любимой жены? Ну, венчание, хорошо. Пошла, пошёл и обвенчался ради любимой жены. Так, сейчас проведём статистику. Поведите, поднимите, мужчины, руки. Вот смотрите, мужчины, внимательно послушайте установку. Женщина ведёт себя по-человечески с вами. По-человечески просто вот такое слово. По-человечески. Она вас не мучает, да? Не мучает, не капризничает с вами. Уважает вас. И вам она попросила только одну вещь. Пойти и обвенчаться с ней. Кто не обвенчается, поднимите руку. Есть хоть один мужчина, который не выполнит эту просьбу? Вы не пойдёте. Какая причина? А если он вам скажет, покрестись и потом обвенчаюсь? Хороший вопрос, да. Как я отношусь к православию? Как вы думаете, как я отношусь к православию? А? К Богу хорошо, а к православию нет. Я так отношусь, вы считаете. А знаете, почему вы так считаете? Потому что в нашей культуре, вот в которой мы живём сейчас, бытует такое понимание, что если у человека есть одна вера, какая-то одна вера, то он должен обязательно ненавидеть другую. Понимаете, мы в крови, мы живём с этим, это у нас в крови. По определению означает, что если я, допустим, в ведической традиции, то православие мне неприятно должно быть. Так вот, знайте, что вы ошибаетесь. А если у меня в сердце что-то есть неприятное от той боли, которую мне причинили люди, которые находятся в этой вере? Не все. У меня есть там друзья и любимые люди. Но есть люди, которые причиняют мне боль, потому что они ненавидят мою веру. Такое тоже может быть. Но это не значит, что я не люблю эту веру. Если такие люди встречаются, я в своём сердце пытаюсь их простить. Почему? Потому что они просто живут в невежестве и всё. Это невежество заставляет людей ненавидеть чужую веру. Только невежество. Другой причины нет. Понимаете? Другой причины нет. До конца лекции 30 минут. Я не досказал. Это мужчине важно знать мой ответ. И он знает, почему. И я знаю, почему ему это важно знать. Мы друг друга поняли. Мы друг друга поняли. Раз он спросил, я ему отвечу. И второй вопрос. Как я отношусь к тому, что православные не любят веды? Есть один православный, который цитировал веды. Знаете об этом? Вы слышали такое слово «сурожский»? Слышали? Почитайте его труды. Его знают, что он цитировал веды. Я назвать могу много православных, которые цитировали веды. Но я не хочу портить вам настроение сейчас. Я просто хочу вам сказать одну вещь. Что люди настоящие, религиозные, духовные, они ненавидят друг друга. Они изучают духовное наследие разных духовных традиций. И применяют это для развития своей веры к Богу. Потому что вера к Богу развивается с помощью опыта духовного разных людей. Я вот так живу. Я читаю духовное наследие разных духовных традиций. Изучаю его. И мне это приносит глубокое счастье в моем сердце. Я не то, что верю, а точно знаю, что в православной традиции великолепный опыт духовной жизни. Великолепный опыт. Понимаете? И считаю также, что эта страна, в которой я живу, должна быть православной. Я не считаю, что она должна стать ведической. Понимаете? Понимаете? Вы спросите, а почему я читаю эти лекции? Потому что я хочу, чтобы люди обрели знания о том, как надо жить. Потому что те знания, которые я сейчас даю, они не православные и не ведические. Это знание называется нравственным знанием. Его может читать каждый, любой человек. Если я сейчас в мусульманскую страну поеду и буду читать вот это, я в Алма-Ате буду читать лекции. Это мусульманская страна. Люди будут счастливы от этого. Почему? Потому что я не призываю людей стать верующими в ведической культуре. Я хочу, чтобы они были счастливы в этой жизни. Понимаете? И делаю это с помощью своих возможностей. Я знаю то, что я знаю. Я знаю, как работает это знание с позиции вед. Но точно так же оно работает с позиции православия. Точно так же. Я читаю труды православных людей. Мне подарили в Киеве вот такую стопку «Жития святых». Вот такая стопка книг. И там то же самое, вот что я говорю, то же самое всё. И разницы никакой нет вообще. Понимаете? Поэтому в любой традиции духовной всегда есть одни и те же принципы, правила. Есть какие-то различия в углублении, какие-то есть отличия. Факт. Но это для верующих людей. А наши лекции предназначены для тех людей, которые ещё не углубились в свою веру. Вот если человек углубляется в свою веру, вот смотрите, слушайте теперь внимательно все, кто пришёл на эту лекцию. Если вы углубились в свою веру, пожалуйста, не ходите на мои лекции и не слушайте их. Слушайте человека, который вам даёт наставление в вашей вере, и вы получите больше знания, больше опыта и больше глубины. Мои лекции имеют предварительную такую вещь. А теперь я вас немножко удивлю. Хотите, я вас удивлю немножко сейчас? Поднимите руку, кто, слушая мои лекции, стал православным человеком. Посмотрите в зал. Удивились? И продолжайте идти креститься. И я вас на это благословляю. Пока в нашей стране будет существовать религиозный фанатизм, здесь будет царить жестокость, злоба и хамство. Все войны на этой земле, кровавые и жестокие, были только из-за религиозного фанатизма, означает неприятие чужой веры. Все самые кровопролитные войны, в том числе и Великая Отечественная война, это всего лишь непринятие чужой веры. Все остальные войны тоже по этой причине возникали. Нет другой причины убийства и кровопролития людей, чем непринятие другой веры. Это непринятие чужой веры означает, что Бог наш. Что это означает в буквальном смысле слова? Что Бог только в моей культуре и вере как бы настоящий, а в остальных культурах и верах он ненастоящий. Но веды интересно это объясняют. Смотрите, если святые люди есть в какой-то духовной традиции, значит, Бог с ними имеет отношение. Человек не может быть святым, если он не имеет отношения с Богом. С этой точки зрения можно принять, что католическая церковь тоже настоящая, истинная. Почему? А потому что в этой церкви жила мать Тереза. Вот если вы не считаете, что она святая, то это уже ваши проблемы. Потому что эту женщину хоронила вся Индия. Вся Индия. Хотя, смотрите, это католичка женщина, а Индия вся, она в основном индуизм имеет, да? Ну, там мусульманство, индуизм, мало, допустим, христианства в Индии. Ну, тоже есть сейчас. Но тогда было достаточно мало. Вся Индия хоронила мать Терезу как национального героя. Еще Махатму Ганди, двух человек всего. По центральной улице Дели, то есть шли колонны с людьми. Одного маленькую женщину худенькую хоронили. Потому что это святая женщина, она перевернула сознание миллионов людей. Но она была католичка при этом. И что она не святая? Бога нет, значит, в католицизме есть. Просто не всем хочется это принять. А это уже означает, что нет в сердце Бога по-настоящему. Когда у человека в сердце Бог, он не думает о том, где еще он есть, где его нет. Он просто ему служит и все. Он не беспокоится о том, как Бог строит отношения с другими верами. Его это не волнует. Ему главное к нему прийти. А если у человека сильно Бог в сердце проявился, он начинает видеть, что Бог также проявляется в сердцах людей других духовных традиций. Это уже означает очень развитый человек в духовной жизни. Очень развитый. И в божественном мире в этом нет противоречий. Мы их сами создаем. Этот мир создан для мира, а не для войн. Но из-за того, что у нас есть фанатизм, означает атеизм. Фанатизм означает атеизм. Вот тогда возникают войны. Это скрытый атеизм. Религиозный фанатизм, ненависть чужой вере, это скрытый атеизм. Это значит, что ты не понимаешь волю Бога. В этом заключается проблема. Ну ладно, спасибо вам, что выслушали. Это важная тема. Какие еще вопросы? Да? Так. Так, девушки слушают лекции, но не хотят замуж, потому что не хотят терять свою свободу. Ваш вопрос. Да, это отношения в наше время. Девушкам очень трудно выходить замуж, потому что не хотят терять свою свободу. Что делать? Ответ такой, выходить замуж. Идти и выходить замуж просто, и все. Мужчина, допустим, смотрите, то же самое. Мужчина не хочет идти на работу, потому что ему тяжело работать. Что делать? Идти и работать. И там, в этой, понимаете, человек должен действовать по своей природе. Таков ответ. В этой деятельности развивается личность. Девушка идет замуж, создает семью, и там она развивается как личность. И потом понимает, зачем она вышла замуж. А? Нас мужем она будет по-любому издеваться. По-любому. Хоть так, хоть сяк. Лучше пускай честно издевается, чем не честно. Понимаете? Честно выйдет замуж, честно издевается. Поднимите руку женщины, которые не издеваются над своим мужем. Есть такие? Вы не издеваетесь над своим мужем? Вы уверены? Он, значит, у вас счастливый. Нет, нет, вы подняли руку. Чего вы поглядываете? Он счастлив у вас или нет? Ну, все, преклоняюсь перед вами. Бывает такое? Иногда бывает. К этому мы и стремимся, понимаете? К этому мы и стремимся. Большинство женщин издеваются над своим мужем. Почему? Потому что они не могут не издеваться. У них нет силы не издеваться. Не то, что они плохие, они не могут просто. Надо работать над собой и научиться не издеваться над мужем. В этом цель нашей жизни заключается. Да? Что делать нужно, когда появляется плохое настроение? Вот хороший сегодня вопрос. Надо признаться всем в этом, потому что ваше настроение руководит семьей. Надо признаться всем, что у меня сегодня плохое настроение, поэтому ко мне не надо подходить, ласково говорить, ничего мне. Я могу загрызть. Вот честно, прямо должны сказать всем, и у вас все нормально будет дома. Что мужчине в этот момент делать? Как принять плохое настроение женщине? Мужчине что делать в это время? В это время надо понять, что наступило самое лучшее время для мужчины. Начать заниматься духовной практикой. Да, у женщины плохое настроение. Надо сесть, начать молиться. Больше делать нечего. Это тяжело как бы принять, ну блин, ну что такое. Но надо молиться. Потому что будет еще хуже. Нам умирать придется в этой жизни. Не то, что плохое настроение жены терпеть, понимаете? Да? А записку какую? Яркую. Желтую, да? А нет, это салфетка. А вот эти вот, что ли, вот эти с этими? А-а-а, все-все-все, нашел. Вот. А смотрите, я не заметил. Видите, она самая яркая, я не заметил. Как так? Наверное, это с Богом у вас что-то там в отношении. Кому... Каждый раз отношения с молодыми людьми заканчиваются большими проблемами со здоровьем. Хочу и боюсь завязывать отношения. Как выйти замуж и не потерять последнее здоровье? Это, кстати, важный вопрос, потому что у всех женщин, когда они выходят замуж, у них могут испортиться здоровье от этого. Поменяться здоровье. Знаете почему? Потому что женщина выходит замуж, отдает себя. Когда она не хочет отдавать себя, спокойно, спокойно. Женщина, когда выходит замуж, а себя отдавать не хочет. Возникает противоречие. Противоречие возникает. В ее организме, в психике, в организме. И иногда это выражается психически. Она начинает истерики катать. Смотрите, иногда это психически выражается. Женщина начинает катать истерики. Она сама не знает, почему она, он мужа, видит ее колбасе, она вот убила бы его. Почему? Потому что она не хочет предаться ему в своем сердце. Женщина, когда предается мужу, ей становится хорошо, она успокаивается. Но пока она не может предаться, она болеть будет, страдать психически, физически. Почему? Потому что надо в семейной жизни женщине рядом с мужем расслабиться. Отдать себя. Расслабиться. Покориться его воле. Да? Проблема в другом. Я еще не замужем. Еще мужа нету. Отношения доходят там практически до свадьбы. И я и срывается, и я это уже не первый раз. И очень болезненно переживаю это все. И отсюда проблемы со здоровьем. Знаете, почему они срываются? Потому что у вас очень независимый характер. Это тяжелая судьба означает. Не надо сейчас не встречаться ни с кем. Не надо встречаться. Надо найти святого человека, изображение какое-то, молиться. И просить милости получить лучший характер. Просить смирения в жизни. Просить послушание. Для служения святому человеку. Потому что характер плохой женщине дается как наказание. Когда человек наказан, что ему делать? Надо просить прощения. Вы же не можете ничего сделать своим характером? Ничего не можете сделать. Как любая другая женщина. Ни одна женщина, сидящая в этом зале, не может ничего сделать своим характером. Поднимите руку женщины, которая может что-то сделать своим характером. Есть такие? Вы можете сделать что-то своим характером, да? Видите, они стараются, знаете, они постараются еще немного и поймут, что невозможно. То есть это путь, они пройдут этот путь и поймут, что невозможно. Никто не определяет, определяет судьба. Если человеку легко жить, значит хороший характер, если плохо, значит плохой. Судьба определяет. Нет, это все просто лицемерие. Допустим, женщина вырабатывает смирение, смирение вырабатывает, потом с мужем начала строить на него. Почему? Потому что сработала система. Поэтому женщина не должна вырабатывать смирение, она должна служить мужу. И тогда смирение приходит как награда. Смотрите, женщина состоит из характера, мужчина состоит из поступков. Что должен делать мужчина? Он должен вырабатывать характер в себе, чтобы поменять поступки. А женщина должна совершать поступки, чтобы поменять характер. Женщина состоит из характера, она сплошной характер. Помните песня? Как там про характер? У меня такой характер, ты со мною, не шути. Помните? То есть, женщина состоит из характера. Что она должна делать? Совершать поступки, и поступки меняют характер. Мужчина состоит из поступков. Что он должен делать? Работать над характером, поменяются поступки. Понятно, да? Женщина не должна думать о своем характере, она должна просто служить мужу, и все. Просто служить мужу. Это непросто, я понимаю, но надо служить мужу. Не работать над своим характером. Характер изменится сам, как награда. Придет награда, характер изменится. Мужчина работает над характером, награжден, поступки меняются. Понятна система? Но женщине очень тяжело поступки совершать. Но это надо делать. А мужчине очень тяжело работать над характером. Ему это надо делать. Женщине легко работать над характером. Женщине очень легко работать над характером. Но это сам обман. Смотрите, женщина приходит на работу, допустим, она такая смиренная вся. Все, я смиренная. Такая ходит. Да, 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 да. Потом домой приходит. Почему? Потому что это была игра просто. Это была женская игра. Женщина не может поменять себя вот так с помощью поведения. Это невозможно. Она ходит вот так, но это не меняет ее характер. Это просто игра. Так как у нее очень подвижный характер, она может и так, и так себя вести. По-разному. Поэтому ничего не меняется. Она может к мужу подойти и очень смиренно себя повести. Но внутри она знает, что скоро я тебя устрою. Она может смиренно себя вести при этом. Но мужчина неподвижный характер, он у него устойчивый, понимаете? Я сказал, что... Он не может поменять себя. Когда я корчу, сразу фотографирую. Это у меня карма такая в гороскопе написано. И мне потом показывают. Вот Олег Геннадьевич. Очень приятно посмотреть. Вот. Так вот. Мужчине трудно поменять свой характер. Ему трудно вот с характером вести себя в характере. Ему трудно смиренно сказать. Трудно сделать, как бы, вот слово выдавить из себя правильное. Но это должен делать мужчина. И это меняет его жизнь. А женщина должна поступки совершать. Пошла, постирала просто. На мужа злая. Пошла, приготовила ему. Сразу легче стало. Приготовила, легче стало сразу. Он такой пришел. Ты же злая была, почему приготовила? Подумай сами. И все, и все счастливы, понимаете? Да все. Мать Тереза. Это святой человек. Мать Тереза обладала высочайшими. Это, кстати, вот этот хороший вопрос. А вы почитайте о матери Терезе. Посмотрите фильм, они есть. Поизучайте. Потому что, когда человек соприкасается со святым человеком, его судьба вся меняется. Когда он смотрит в глаза святому человеку. Когда он с ним общается. Хотя бы через телеэкран. Понимаете? Это уникальное время. Веды говорят, одна секунда отношений со святым человеком меняет всю судьбу. А если он снится, тем более. Это значит, что уже и глубокие отношения есть. Давайте теперь проведем тренинг. Так у нас не осталось времени. Уже Ирина беспокоится, что мы задерживаем. Люди уходят. Но я бы хотел, чтобы все, кто хотят поменять свою жизнь, надо двигаться вперед. Вперед означает тренинг. Работа над собой. Мы будем молиться, не будем здесь. Молиться все будем дома, свои молитвы читать. А здесь мы будем повторять «Я желаю всем счастья». Это вне религиозных традиций. Надо вспомнить или изображение Бога, если в вашей традиции. Допустим, в мусульманстве там не поклоняются изображениям святых людей. Я когда читал лекции в Уфе, то мне объяснили мусульмане, что надо вспоминать имя Бога, написанное, или священную книгу. У них есть такая практика, они мне объяснили, поклонение имени Бога, священной книге и повторение имени Бога. То есть это дает результат духовный. Не отрицается в ведической культуре такой способ. Других духовных традиций по-разному. Где-то надо поклоняться Богу, где-то надо поклоняться святому человеку. Иногда Бог предстает, как святой человек перед нами. Я так понимаю, так вел себя Иисус Христос. Вел себя просто как наставник. Насколько я понимаю, это приход Бога в нашу жизнь. Так или иначе, мы должны поклоняться святости. И в этом цель человеческой жизни. Потому что с чем ты связываешь свою веру, таким ты и становишься. Понимаете? Перетекает сознание от одной Личности к другой. Перетекает. Вот слушание тоже дает такой результат. Поэтому читаются лекции. Если я что-то в своей жизни сделал, я читаю на эту тему. Это должно поменять жизнь человека. Должно поменять. Если я что-то не сделал, я об этом просто не говорю. Какой смысл? Надо сесть прямо, чтобы сознание вверх стремилось, бодрость была в сердце. Смотрите, настрой очень важно понять. Мы мысленно кланяемся святому человеку или Богу, или святому имени. И хотим служить Ему. Служить. Но при этом знаем, что это не для меня. Я это делаю на благо такого-то человека. Просто знаем. Не надо думать об этом человеке в это время. Надо думать о святом человеке. Когда мы повторяем, я желаю всем счастья. Мы хотим, чтобы все так думали. Чтобы все думали о святости. Когда человек думает о святости, его жизнь становится чистой и светлой. То есть мы думаем о святом человеке, кланяемся ему и повторяем. Я желаю всем счастья. Означает, все должны быть такими. Но плоды этой деятельности, если они есть какие-то плоды, мы говорим. Если я что-то сделал хорошее, пускай это будет не для меня, а для этого человека, который болеет, страдает. Вспомните какого-то человека. Посвятите этому свою деятельность. И это еще больше счастья даст. Потому что человек никогда не должен ничего делать для себя. Любое действие должно быть направлено на пользу других. И тогда счастье воцарится в сердце немедленно. Единственная наша проблема, что мы все для себя хотим. В этом трудность нашей судьбы. Я буду стараться для вас это делать. Потому что я понял в своей жизни, что единственное счастье, которое человек может получить, это когда кто-то стал счастливым вокруг. Это единственная радость, которая, настоящая радость глубокая, которую человек может в своей жизни когда-нибудь получить. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я очень рад вам всем и благодарен за ваш приход на эту лекцию. Я желаю вам всем счастья. Чтобы ваша семейная карма стала хорошей и счастливой. Спасибо вам большое за то, что вы слушали меня три часа. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.